Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Мы следим за ключевыми тенденциями, которые сейчас присутствуют на рынке, но понимаем, что в условиях содержания текущего экономического календаря, когда у нас нету особенно каких-то стоящих фундаментальных драйверов, раскачать рынки будет очень непросто. Но когда на рынке отсутствуют вот эти драйверы, вы, друзья, изначально должны понимать, какие факторы и силы движут сейчас финансовыми инструментами. И, например, почему индекс доллара сейчас находится на тех уровнях, на которых он торгуется. Отметка 103.89. Почему он все еще сохраняет потенциал для дальнейшего снижения, исходя из содержания фундаментального фона и присутствующей установки многих трейдеров на то, что американский регулятор на заседании, которое состоится уже меньше, чем через две недели, вряд ли повысит ключевую процентную ставку. Если говорить про содержание экономического календаря, ну, как я отметил, сегодня особенно выделить нечего. Разве что индекс активности в строительном секторе Англии 8.30 по GMT. За британской валютой мы наблюдаем. Я очень рассчитываю на то, что строительный сектор не разочарует, так же, как и промышленный сектор и сфера услуг Англии. И может дополнительно хотя бы немного поддержать позиции фунта, который заряжен сейчас на сохранение бычьей динамики перед заседанием Банка Англии, которое состоится 22 июня. Из других отчетов выделить нечего, поэтому давайте пробежимся в целом по тем инструментам, за которыми мы следим и вспомним про тот новостной фонд, который сейчас закладывается в основу их движения. Рынок нефти 76,50 долларов за баррель по Brent. Признаться, после решения страны ОПЕК о дополнительном сокращении нефтедобычи у меня прям не осталось никаких сомнений в том, что рынок нефти выйдет в траекторию роста и к концу этого года сможет точно обосноваться на ценовых уровнях существенно выше, чем текущее значение. Я полностью разделяю прогнозы банков, за которыми мы периодически посмотрим, Bank of America, City, Goldman Sachs, они прогнозируют то, что котировки Brent под конец 2023 года будут где-то в среднем в районе 90-95 долларов за баррель. Я допускаю то, что к этому уровню мы действительно подойдем и также надеюсь то, что многие из вас с этим согласятся, потому что учитывая то, как стремительно сокращается объем нефтедобычи со стороны ключевых нефтедобывающих регионов, мы прямо априори должны закладываться под тему потенциального дефицита предложения, которое может образоваться. Напомню, что на встрече в Вене, которая прошла в эти выходные, страны ОПЕК согласовали дополнительное снижение производства нефти, начиная с 1 января 2024 года, на 1,4 миллиона баррелей. То есть совокупно будет добываться примерно 40.46 миллионов баррелей в сутки. Но тут же нужно вспомнить, что в октябре прошлого года страны ОПЕК также снизили производство нефти на 2 миллиона баррелей. Поэтому общее снижение составит уже 3,6 миллиона баррелей в сутки. Еще дальше пошла Саудовская Аравия, которая сообщила о том, что уже с июля этого года дополнительно сократится добыча на 1 миллион баррелей в сутки. И все эти меры, если, опять же, делать отсылку на комментарии представителей ближневосточного картеля, отдельных ближневосточных государств, которые участвуют в альянсе нефтяном, все эти меры направлены на поддержание стабильности цен. Ну, конечно же, страны ОПЕК сейчас стремятся максимизировать прибыли, что возможно сделать только при условии создания условий, простите за эту автологию, для роста котировок и бренда и WTI, в зависимости от того, кто больше в чем заинтересован. Поэтому такие меры, конечно же, будут иметь определенный успех и определенное влияние на общую глобальную тенденцию. Если мы все же начнем сопоставлять способы предложения, то придем к выводу, что при снижении предложения и при ожидаемом росте спроса дорога только одна у котировок – это восходящее движение. Откуда может прийти спрос? Можно сказать то, что со стороны роста мировой экономики. Ну, нужно делать акцент больше на Китай, темп экономического восстановления, которого после снятия антиковидных ограничений сейчас вызывают определенные вопросы, но все начинается с малого, с маленьких шажочков, которые все-таки сейчас фиксируются. В частности, индекс PMI сферы услуг, Китая последний отчет, позитивная динамика, рост с 56,4 до 57,1 пункта. Да, нам нужно получить убедительное свидетельство роста промышленной активности, но, думаю, мы получим, друзья, это ближе к концу третьего квартала, в начале четвертого квартала. Вот это моя основная рекомендация, то, что под конец этого года рынок будет просто идеальным для развития восходящей динамики. И я для себя принял решение, что пришло время уже начинать постепенно откупать нефтянку, заходя сразу не максимально возможным лотом с учетом риск-менеджмента. Напоминаю, что я придерживаюсь стратегии, вам рекомендую, что совокупное плечо на все ваши торговые позиции не должно превышать 1,10. Поэтому золото буду черным постепенно откупать в расчете на то, что котировки все же прорвутся выше 80 долларов за баррель. Индекс доллара 103.89. Наверное, комментируя ситуацию с долларом, нужно просто сделать акцент на вероятность повышения процентной ставки на основании инструмента FedWatch. Она сейчас составляет 18,3%, то есть еще ниже, чем была ровно день назад. Трейдеры продолжают анализировать макроэкономические данные, как и мы, друзья. И во всех этих отчетах видят больше подтверждений и доказательств того, что довольно с ужесточением американской монетарной политики. Нонфармный рост безработицы с 3,4% до 3,7%. Позитивная динамика, скажем, в темпе роста заработных плат. Но позитивная не для тех, кто, конечно же, получает заработную плату, а для глобальных американских статистиков, которые видят в росте заработных плат как раз триггер роста общей инфляции. Поскольку сейчас американская экономика, как и многие другие страны, практически все заинтересованы в снижении инфляции, то замедление темпов роста заработных плат – это хорошая новость для экономики в целом. По отчету АСМ в сфере услуг я на него вчера делал большой акцент, потому что у нас был опыт реакции рынка на АСМ производственного сектора, когда доллар провалился после выхода слабых данных. Вчера ситуация, в принципе, повторилась. Сфера услуга – это индекс, который вносит более весомый вклад в показатели ВВП, чем промпроизводство. И здесь снижение с 51,9% до 53%. То есть фактически еще один такой отчет, и мы увидим этот индекс ниже 50%, то есть в зоне спада и стагнации. Это несколько напугало участников рынка, поэтому мы увидели вчера снова такое холодное отношение к уместности еще одного повышения процентной ставки, распродажи доллара и, в принципе, очередной тест поддержки 104 пункта. В данном случае эта поддержка превратилась в сопротивление. Ранее Федрезерв уже давал понять, что повышение процентной ставки приведет к охлаждению рынка от труда. Ну, мы видим то, что, в принципе, это уже произошло из-за роста уровня безработицы. Но тогда же ФРС делал акцент, что если уровень безработицы начнет активно расти, он тут же жмет на педаль от тормоза. Поэтому, друзья, я сторонник того, что ставку не повысит, и, судя по вероятности, ее действительно не повысит. И не вижу причин, на основании которых доллар должен расти. По другим активам золото – 1959 долларов за тройскую унцию. Пока что рыночный сантимент – 50 на 50. Тоже до сих пор нет устойчивого сигнала на покупку. Будем ждать, будем искать. Надеюсь, что если к концу недели все же большинство трейдеров залезет в короткие позиции, я как раз и попробую проявить дополнительную торговую активность и открою длинную позицию. По фунту без изменений 1,2439 текущие котировки фунта заряжен на сохранение бычей динамики из ожидания повышения процентной ставки. Причем сейчас растет вероятность того, что ставка повысится на 50 байсных пунктов. Ранее я уже много раз говорил про общую ситуацию с инфляцией, анализировал ее как через общие показатели инфляции, через продовольственные цены. И во всем этом мы с вами увидели масштаб, наверное, проблем для британской экономики. Кэтрин Манн, член правления Банк Англии, подтвердила еще в конце прошлой недели, что действительно проблема с инфляцией стоит настолько остро, что, пожалуй, в последнее время ни одна другая европейская страна не сталкивалась с последствиями такого катастрофического роста индекса потребительских цен. Хорошая статистика по индексу активности в сфере услуг. По Англии вчера рост с 55,1 до 55,2. Еще один триггер – рост для британской валюты. И локально фонд этим воспользовался. Надеюсь, что эта поддержка сегодня еще будет получена фундаментальная со стороны индекса активности в строительном секторе. Поэтому по фунту длинные позиции приоритете. И доллар канадец 1,3430. Я думаю, что снижение этой валютной пары продолжится. Тем более, что мы так много сейчас сказали о факторах роста долгосрочных для нефтянки, что позитивно должно влиять и на канадский доллар. Завтра заседание Банка Канады. Я думаю, что в ходе утреннего брифинга завтра обсудим, в принципе, что можно ожидать. И в пятницу еще данные по рынку труда о Канаде. В целом, от фундаментального фона, который нас ожидает до конца этой недели, я жду лишь дополнительной поддержки для канадского доллара. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!